Это новости на антенне семьи. Я Марина Бугрова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Президентский подарок. Надеюсь, что зимой будет тепло. Доволен ли Амич новым жильем? Дефицит парковок. Взяли, сами щебень занесли. Могут ли собственники сделать себе парковку? Премьера в авангарде. У всех одинаковые шансы на попадание в состав. Кто сыграет за команду в новом сезоне? А также чем развлекут Амичей в день города и как меняется птичья гавань? Среди пассажиров метро, получивших травмы в результате вчерашнего ЧП, оказался житель Омска. Сейчас он находится в московской больнице номер 31. Число жертв в столичном метро, где вчера сошли с рельсов три вагона поезда, достигло 21 человека. Таковы данные московского департамента здравоохранения. Всего с места происшествия с различными травмами госпитализированы 136 человек. В отделениях реанимации находится 42 человека. При аварии в московском метро пострадал 39-летний Амич. С ушибами и переломом ребер он доставлен в 31-ю городскую больницу города Москвы. По факту крушения поезда следственный комитет возбудил уголовное дело. Рассматриваются несколько версий, в том числе проседание полотна и неисправность вагона. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что виновных в аварии, помимо уголовного преследования, ждет еще и увольнение. Сегодня в Москве траур по погибшим в катастрофе в метро. По протекции Путина, инвалиду-колясочнику Амангельде Ахметову, который прислал свое видеообращение президенту во время прямой линии, выделили квартиру. В апреле этого года Амич рассказал главе государства, что не может получить жилье, хотя 16 лет стоит в очереди. Владимир Путин распорядился предоставить квартиру, и вот семья Ахметовых уже въехала в новое жилье. Сегодня в гостях у новоселов побывали Светлана Урванцева и Андрей Кузьмин. Амангельде Ахметов еще недавно жил в этом частном доме. Строение уже в аварийном состоянии. Стены обветшали, зимой холодно. Всего две комнаты. В таких условиях здесь находились семь человек. Теперь семья Ахметовых живет в новостройке на 21-й Амурской. Квартира на первом этаже. На любой другой этаж Амангельде Ахметову было бы подниматься сложнее. Новосел встречает нас сам, показывает жилье. Квартира новая, но она еще не до конца обустроена под инвалида-колясочника. «Заезжать я уже как бы заезжаю. Вот сюда нам надо будет сиденье, стулья сделать. И поручень надо будет, чтобы садиться на это сиденье, а потом сиденье в ванну». Есть в квартире и пороги. Их желательно убрать. Но это все мелочи. И неудобствами их назвать сложно, считают новоселы. «Квартира хорошая, большая, светлая, уютная. Обставили». Квартира однокомнатная, но живут здесь только Амангельды, его жена и их внучка Айнура. Тетя в гостях приехала посмотреть на новое жилье. Так что здесь всем хватает места. «Площадка там рядом, можно с сестренками гулять. Будут бабушка с дедушкой через балкон смотреть, наблюдать за нами». Айнура всегда ухаживала за дедушкой, поэтому ее забрали с собой в новую квартиру. Через две остановки школа, куда девочка теперь будет ходить. Рядом есть магазины, остановка. Кагира Ахметова не работает, ухаживает за мужем. Поэтому район города для проживания был непринципиальным, когда выбирали квартиру. «Довольная, уютная, большая. Хотя, как она считается, однокомнатная. Ну, просторная. Надеюсь, что зимой будет тепло. Самое главное». «То есть там вот с чем была проблема, да?» «Да, да. Тепло и ванна. Здесь уже в ванну сходить и помыться. Уже не так заботы, как в частном доме. Там и дров, и угля, и все. Это все топить». Осталось сделать еще поручень над кроватью, как тот, что был в доме. Только так Амангильды Ахметов сможет самостоятельно подниматься. На поручни и полное обустройство этой квартиры, чтобы в ней удобно было жить инвалиду-колясочнику, семье выделят около 100 тысяч рублей. Небольшой ремонт начнут делать, как только оформят квартиру в собственность. Для этого мы отвозим Кагиру Ахметову в БТИ. «Вот нам еще пандус нужен на эти пять ступенек. Ну, надо, чтобы он крутым небо. Крутой будет, тогда я его не смогу ни завести, ни вывести». Без пандуса выйти из дома самостоятельно колясочник никак не сможет. В БТИ сегодня Кагира сдает документы на оформление собственности. Потом нужно будет идти в учреждение юстиции. И тогда Ахметовы станут полноправными хозяевами жилья. За помощью к президенту пришлось обращаться и с жителем аварийного дома в Кормиловке. Как передает РИАО «Омск.Информ», люди, устав от отписок и обещаний местных чиновников отремонтировать на старом доме крышу, собрали деньги на поездку к Путину. Кремль отреагировал, цитата, быстро и жестко. Уже через три дня к дому без крыши примчались все, кто о нем раньше и слышать не хотел. Мигом собралась комиссия, которую, по словам корреспондента, издание без Москвы не могли создать два месяца. Прибыли руководители жилищной инспекции, минстроя, района, поселения, управляющие компании, генподрядчик. Деньги, которых до визита в администрацию президента ни у кого не было, нашлись быстро. На следующий день были завезены все стройматериалы. Крышу починили за четыре дня. ГИБДД и жилищная инспекция вышли в совместный рейд по дворам города. Проблема так называемых неправильных парковок с каждым днем становится острее. Мест для стоянок не прибавляется, зато машин становится только больше. Андрей Блохин и Александр Филиппов о результатах проверки. Статистика знает все. В том числе и то, что сегодня в Омске расположено 9224 многоквартирных жилых дома, в которых проживают владельцы более чем 297 тысяч автотранспортных средств. При несложном арифметическом расчете получается, что в отдельно взятом доме проживает порядка 30-40 владельцев автомобилей. Но... На сегодняшний день большинство дворовых территорий располагают парковочными местами на 7-10 автомобилей. Вот во что все это выливается на практике. Бульвар архитекторов 4 здесь, как говорят жилищные инспекции и в ГБДД, еще приемлемая ситуация с парковками. Но сами жители говорят, парковочных мест не хватает. У нас сложная парковочная ситуация вообще. Получается, людям негде ставить машины. И мы вот... у нас поле здесь это... И люди сами, кто щебень привозил, и вот здесь вот поле было полынное. И взяли, сами щебень занесли. В владельце неправильно припаркованных машин, конечно же, заплатят штрафы. Но проблемы это не решит. В существующей редакции правил дорожного движения отсутствует прямой запрет, к сожалению, на именно парковку, на детских площадках, газонах. Потому что, как и такового понятия газон, опять же, в той же действующей редакции правил дорожного движения, такая терминология отсутствует. В 99% соответственно, да, автовладельцы принимают свою сторону. Жители, которые недовольны этим решением, свою сторону. Но жилищным кодексом принятие решения о землепользовании отведено компетенцией общего собрания. И нужно понимать о том, что собственники имеют право решить, какая земля им будет принадлежать и как ей пользоваться. Андрей Плохин, Николай Ивенко, Александр Филиппов, Антенна 7. В Омске в очередной раз проверили водителей маршруток. Результаты неутешительные. За несколько часов сотрудники госавтоинспекции выявили более 50 нарушений правил дорожного движения. 16 водителей перевозили пассажиров на машинах с неисправным рулевым управлением. Три микроавтобуса поместили на специализированную стоянку, а с четырех транспортных средств и вовсе сняли номера и запретили дальнейшую эксплуатацию машин. Рейд показал, что водители выходят на маршрут без технического осмотра и обязательных путевых документов. В территории областного центра было проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Целью данного мероприятия явилось предупреждение и пересечение нарушения правил дорожного движения с участием пассажиров, предосящего транспорта. За отчетный период на территории города Омска зарегистрировано более 160 дорожных транспортных происшествий, в результате которых 4 человека погибло, в 230 получили интересное порождение различной степени тяжести. Что говорили в свое оправдание водители, нарушившие правила перевозки пассажиров? Об этом смотрите в программе «Жесть». Напомню, «Криминальная хроника» выходит ежедневно, по будням в 18 часов 50 минут и 19 часов 50 минут. В день города мечей будут развлекать самыми разными культурными мероприятиями. Сегодня в Омском Центре искусства об этом рассказали режиссеры торжественных площадок. Участники, как на духу, выложили журналистам все детали городского праздника. Так в центре на улице Ленина, от драматического театра до площади Ленина, по традиции развернется театр живой истории. В театральном сквере 3 августа для любителей книг откроется фестиваль «Омск-Читай». Парк 30-летия ВЛКСМ примет у себя праздник национальных культур под общим небом. Это далеко не все. Наибольший интерес у мечей могут вызвать совершенно новые проекты. Например, празднование Дня города на реконструированной набережной Ами между Комсомольским и Юбилейным мостами или парад духовых оркестров города и области, который пройдет по улице Ленина. Идея – это связь времен. Вообще марши, парады изначально связаны с военной дисциплиной, с военно-строевой. И поэтому связь времен у нас будет выражена. Будут ряженые персонажи. Это стрельцы. Стрельцы будут гусары, будут петровские солдаты, ряженые в эти костюмы. Люди будут сопровождать каждый оркестр. Парк Птичьей гавани становится близок к своему открытию. На каком этапе сейчас ведутся работы – об этом далее. Сотни проложенных метров связи в новой Птичьей гавани. И это пока еще не пройденный этап в прокладке коммуникаций. Валерий Капранов с напарником трудится с утра до ночи, чтобы все три здания парка заработали бесперебойно. Компьютерная, связи много, охранно-пожарная система, видеонаблюдение, телевидение еще. Один корпус полностью окончен, второй на 70%, третий еще будем приступать. Детский экологический центр, который будут посещать юные амичи, где будут проходить практику студенты-орнитологи и экологи – хозяйственный корпус. Здания компактно разместились на небольшой площадке. Основную территорию оставили для природы. По соседству с озерами, где и во время огромной стройки птиц, видимо-невидимо, разместятся три зоны парка – Подтаежная, Лесостепная и Заповедная. Любоваться соснами, вязами, кедрами, осинами, а еще ценными видами трав можно будет, не выезжая из города. Особое внимание создатели новой Птичьей гавани уделили Центру реабилитации для птиц. Это настоящая лечебница для пернатых. Она поблизости от водоема. Если птичка повредит крыло или лапку, наши егеря, их три человека у нас, совершающие ежедневный обход и объезд вокруг озера. Объезд, естественно, на лодке, а обход – это пешком по экологической тропе. И видят вот такие вещи. Они могут эту птичку подобрать, принести в реабилитационный центр. В этих, пока еще не отделанных кабинетах, птицу и будут возвращать к полноценной жизни. Для пеликанов, лебедей, уток и гусей предусмотрен не только спецуход. Эти залитые перегородки, похожие на фундамент, ничто иное, как ограждение для будущих плескательных канавок. В таких десяти мини-бассейнах заболевшая птица поплавать волю, конечно, не сможет, но поплескаться ей вполне удастся. Пройтись по тысячам квадратных метров плитки, а мечи смогут ближе к юбилею города. Это по планам. Руководители птичьей гавани надеются, что получится и раньше. И плюют через плечо, хоть бы не сглазить. Марина Бугрова и Артем Колесников. Антенна 7. Сарай должен стать памятником архитектуры или превратиться в ресторан. В Омской крепости активисты регионального отделения общества охраны памятников истории и культуры организовали митинг в защиту обозного сарая. Напомню, по итогам конкурса в ноябре прошлого года администрация города заключила договор с коммерческой организацией, которая планирует открыть там ресторан. Для этого инвесторы планируют реставрировать уже давно нуждающиеся в этом здании. И вот что пугает горожан. Реставрация, по словам активистов, может подразумевать снос строения, а в процессе его воссоздания могут быть использованы в большей степени современные материалы. Это, по мнению общественников, сотрет какую-либо историческую ценность. Стоит отметить, что обозный сарай – это единственное здание на территории исторического комплекса, которое не имеет статуса памятника архитектуры и не охраняется государством. Вместе с тем построено оно было в 1900 году. Я сначала встретился с представителем инвестора, встретился с проектировщиками, посмотрел проект. Я сам инженер-строитель. Меня в этом смысле обмануть невозможно. И в конце концов они признались, что они собираются сносить здание. То есть сначала пытались как-то лукавить, что вот он останется такой же, он будет похожий. В ближайшее время Омское отделение общества охраны памятников направит в мэрию и правительство резолюцию с требованием наделить строение статусом памятника архитектуры и пересмотреть план реконструкции обозного сарая. При этом общественники вовсе не против размещения в здании пункта общественного питания. Спортивный мини-парк в Советском округе полностью готов. Здесь площадки для игры в футбол, волейбол и баскетбол, а также тренажеры и детский городок. Современный комплекс построил Омский нефтезавод «Газпромнефти» в рамках программы «Родные города» по направлению «Города для людей». На церемонии открытия побывали Светлана Урванцева и Александр Филиппов. Символический ключ генеральный директор Омского нефтезавода Олег Белявский передает мэру Омска. Мини-парк построен для всех жителей города. Вообще очень круто. Очень хорошее покрытие, очень функциональные тренажеры. Площадка для игры в футбол и баскетбол, трасса для спортивной ходьбы, атлетическая зона, где установлено 16 антивандальных тренажеров, коры для тенниса и бадминтона, а также детский городок. Общий объем инвестиций нефтезавода в этот проект составил 15 миллионов рублей. Всегда, когда людям создают условия, тогда человек вольно-невольно начинает заниматься. Причем это всегда доступно. Этот спортивный мини-парк воспринимаем как эталон для нашего города. Дальше будут новые дела, и таких дел будет немало. Мы продолжаем нашу программу. Более 30 объектов за последние три года. Школы, спортивные площадки, медицинские учреждения, дома ребенка, детские дома. Эти спортивные залы под открытым небом уже стали местом досуга для детей и взрослых, школьников и студентов, которые приезжают со всего города. У футбольной команды «Иртыш» наконец-то появился новый главный тренер. Это 42-летний Сергей Бойко. Ранее он тренировал футбольный клуб «Вологда», работал в других клубах 2-го дивизиона российского первенства, «Ижевском зените», «Дзержинском химике», «Московском торпедозиле» и «Подмосковной Нари», где он завершал карьеру в качестве игрока. Будучи воспитанником Владимирского футбола, он выступал на позиции полузащитника за разные команды 1-го и 2-го дивизионов и коллективы физической культуры. Таким образом, был далек от больших команд и в игротской, и в тренерской карьере. Сергей Бойко известен тем, что во главу угла ставит психологическую уверенность футболистов. Девять новобранцев начали подготовку к новому сезону в составе «Авангарда». Это вратарь Константин Барулин, защитники Кристиан Кудрач, Валерий Васильев, Эрик Густавсон и Евгений Кулик. Форварды Денис Паршин, Том Бандель, Владимир Первушин, Николай Лемтюгов. Десятый новичок, центральный нападающий «Саботка» присоединится к «Авангарду» уже на сборе в Германии. Андрей Блохин продолжит тему. Новобранцы усердно тренируются, но все ли они начнут сезон в черно-бело-красной форме? Главный тренер Сумнин отмечает, что несмотря на подписанные контракты, место в основе никому не гарантировано. Предстоит отсев. И до свидания могут сказать кому угодно. Нам предстоят сложные решения. Мы с кем-то расстанемся. Есть два типа игроков. Кто-то считает, что его не понял тренер, а кто-то, этот подход мне больше нравится, стиснув зубы, говорит, «Я вернусь. Мы будем следить за всеми, с кем расстанемся. Уйдут ли они в молодежную лигу или в фарм-клуб». Человек, который визуально на голову выше всех и в зале, и на льду в двухметровый гигант Кудрач, не уверен в своем преимуществе над оппонентами. Единственная моя задача – работать из-за всех сил. У всех одинаковые шансы на попадание в состав. И я не исключение. Другой новичок форвард Вандель все лето провел на связи с представителями тренерского штаба «Авангарда». Им было что обсудить еще до выхода команды из отпуска. «Мы встречались летом, мы обсуждали тренировочный процесс, я показывал, чем собираюсь заниматься. Мне указывали на те зоны, которые надо улучшить». Генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев считает главным приобретением этого лета не кого-то из игроков, а весь союзский штаб во главе с Суманином. По его мнению, «Авангард» взял лучшее из возможного. «Из всех иностранных тренеров, которых мы прорабатывали, да, Райма – самый объективный вариант. Плюс нам удалось скомплектовать тренерский штаб, пригласить одного, я считаю, из лучших тренеров-вратарей, который работал в КХЛ, да, в Аркелу, чтобы наконец-то все-таки вратари Омского клуба, да, выходили на высокий уровень. Потому что у нас достаточно молодых ребят, это и Шилин, и Резвих, и Костин, которым пора уже играть в КХЛ. В других клубах начинают своих воспитанников ставить ворота, и они ничем не хуже, доходят до каждого сезона и футболы». Андрей Блохин, Андрей Кузьмин, Антон Асим. И на этом наш выпуск завершен. Хорошего вам вечера. В центре города сдаются офисные помещения разной квадратуры. Телефон 309050-309060. На плече или в руке, небрежно или сдержанно, элегантные, стильные, модные сумки со скидкой 60%. Каас для красоты. Сумки в моде при любой погоде. Маяк Мол. 26 и 27 июля приглашаем на мебельный субботник. В субботу распродажа мягкой мебели. Воскресенье распродажа гостинных. Мебельный центр «Континент». Продажа однокомнатных квартир студии на мельничной. Цена 940 тысяч рублей. Телефон 782420. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»